ребята привет сегодня мне наконец-то пришел мой чай из китая если вы уже на канале вы видели что недавно я купил себе классные чайники заварочные да немножко это тут в общем я заказал себе пуэр не дешевый даже я бы сказал дорогой но потому что как утверждают китайцы это старый но точнее старых годов чай 176 года а второй 90 года как и вообще почему я заказал старый посмотрел передачу есть смотрите мир наизнанку есть такая передача и там дима ведущий он пил эти че ходил и узнавал про чем не стала очень эта вся тема интересно оказывается вы знали что часть старинный чай пуэр стоит там грамм дороже золото есть вот очень старых годов что он дорожает возьмите себя на заметку может вы вложите не в инвестиции а в чай курс вас стоит просто старых годов я тоже заказал себе но может быть это не настоящий но надеюсь что китайцы не обманули на их порядочность в общем у нас две упаковки пуэра заказывал получается у одного продавца один стоил 1000 рублей а другой стоил 1200 я провинциально обычный парень и естественно вот сюда надо было вставить я не буду вот там есть офигеть сколько способов заваривание чая 357 грамм это чай который 90-го года и 250 грамм это чай который 76 года и вот он стоил 1200 то вот такой маленький брикетик я первый раз в жизни такое вообще вижу в живую а нет вру я видел это в живую я пошел тут недавно в екатеринбург ездил пошел в магазин в чайный зашел они нам говорят а у нас чай минимально стоит 700 рублей за 100 грамм я такой о нет спасибо друзья это не мой магазин чьё в куче я такой смотрю там брикет вот подобие такого круглого брикета там что-то стоил два или три косаря я такую наверное мой 90 года стоит будет вообще космос так ну что это все вот такое вот деревянная для пуэра я так понимаю это норма вот один у нас выглядит вот так вот есть такой 2016 года он рублей 700 стоит а вот 70 76 года вот он стоит 1200 его крайне мало я так понял уже остается продавцов тут есть печати кто шарит он может это проверить если честный а нет я думаю даже не знаю верх ногами ли я вам это дело показываю по-китайски я не понимаю вот такая вот штучка и вот вот именно такой я видел в мир наизнанку похоже вот такой это был самый недорогой них там чай который продавали тогда в этой передачи на магазине вот они его пили и пробовали все это дело деревянное там я вижу какие-то что-то написано давайте распечатаем очень интересная бумага такая мягкая и слушайте она выглядит реально старой старинной бумагой чем-то и не пахнет и нет выжжет это и нормально такое нюхает не я не скажу нет ладно я шучу это не пахнет плохо ты пахнет сладо едой какой-то сладко-кислым не сладко и круче не знаю ребята короче друзья если вы кто-то шарить и вообще по всему этому делу пишите в комментариях вообще с удовольствием я попробую ваш способ заваривания ну или что-то вообще расскажите поясните кто в этом деле больше шарит я буду заваривать его так как я вам сказал что я парень с провинцией буду заварить вообще по простому меня видел что его надо 1 просто обдать кипятком обогреть чашу вот это все да я это все посмотрел я это все изучил но я не хочу этим всем заморачиваться на самом деле мне кажется я даже не буду это дело промывать просто сколько-то буду заваривать в обычный чайничек или свой новый чайничек который вы можете посмотреть на канале недавно заказал так чисто попить я не люблю нет я люблю крепкий чай но я люблю много чая пить я прямо очень очень много его пью поэтому думаю не буду сильно крепко его заварить конечно power пьют крепким чтобы бодрил вместо кофе кто-то прямо жесткого пьет у нас такой чай называется чефир по-русски сказать чтобы бодрил но такого чая и зубы от чефира желтеют короче я много рассказываю зачем вам это вообще знать я не знаю возможно это какие-то подделки китайцы же могут такое сделать но есть же и норм и если блин 76 года это 90 год и бумага такая вот как будто реально старинная я вот это все так аккуратно как будто это какая-то реликвия и мне вообще если честно не хочется это даже пить хочется хранить это как реликвию какую-то историю знаете кусочек но нет я это все буду пить ухты здесь отпечаталась возможное при хранении какая-то влажность была и вот он такой тверденький для этого кстати есть специально даже ножи чтобы откуда кусочки разделать естественно все делать обычным ножом по здесь есть есть по-английски я нанчин су пинча элсо калит янча и я не по-китайски читает а по-английски вот так написано вот если кто-то знает о чем поставьте на стоп-кадр и почитайте не охота это все рвать это же примут история конечно это всего лишь чай но знаете я вот люблю эту культуру ну смысле не люблю культуру я нифига не не знаю но мне очень нравится эта культура по крайней мере интересно об этом узнавать когда есть какая-то возможность что-то новенькое узнать я с удовольствием это дело не охота это все варварски рвать но по-другому я так понимаю этого не сделать сушить и прикиньте это 76 год по-настоящему никаких подделок ничего и по правде 76 год и это блин это очень интересно вот такой вот маленький брикет здесь у нас уже ничего не написано по структуре по точнее вот по внутреннему что здесь расположено это очень похоже на то что здесь находятся светленькие темненькие листочки более прессованного более деревянный такой прям вообще дубовый прям очень дубовый давайте его достанем на dsp кусок похож надеюсь это не кусок dsp давайте я понюхаю это но пахнет он также да реально он пахнет также небольшое отступление прикиньте чё сейчас ездил к маме и забрал вот такие вот вот такой вот сервис 9 кружечек таких вот маленьких эти не фокусе а вот этого фокуса 9 вот таких маленьких кружечек и вот такой вот маленький чайничек расскажу историю вообще откуда все это когда-то я очень давным-давно по-моему это если что я щас и родовской области живу раньше же в магаданской области и еще там было куплено вроде как то так прикиньте это мы оттуда еще привезли этот сервис никогда не пользовался ничем но кто будет пить вот из такой кружки из такой кружечки можно выпить что-то только крепенькая я никогда не думал что это понадобится сейчас вспомнил что у нас есть такой съездил и забрал давайте сделаем уж заварим и не знаю не осуждайте меня что я делал все это неправильно я делаю это первый раз ничего промывать не буду просто хочу попробовать давайте я пытаюсь 5 грамм где-то попробую 5 грамм заварить что нужно сделать нагреть чайник нагреть чашки но я не буду чуя сейчас куда сливать на полу то все буду у нас русская китайская церемония давайте что-то от себя что-то от них возьмем в общем совсем немного я не знаю правильно неправильно совсем немного вот 5 грамм это 76 год и по им это все дело в кружечку ой в чайник и заливаем кипятком чайник кстати тоже скорее всего китайские фирмы это непонятно возможно нет там и дешеванский у меня чайник может быть и китайский правда это современный китайцы по правильному сначала обдать кипятком мы будем пить дорожной пылью со всей грязью складов и лечи где это все хранится чтобы максимально прочувствовать историю почувствовать пыль тех годов 76 года не скажу что сильно завариваться я так понимаю уже темный должен быть но я и не хочу сильно черный чаще с два ночи мне сильно в такой бодрости не надо этот чай перезаваривается несколько раз как тут есть еще пылиночки чуть-чуть добавлю в общем я делаю это первый раз естественно я думаю что будет сейчас мне это такие чаепития чаще и наверное буду заказывать еще прошло пять минут даже больше шесть минут прошло давайте вот наливать этот пакет все конечно не очень красиво чайничек наш заварился очень чай наш заварился запах не поменялся пахнет он также немножко чинок так пахнет он также как и запах такой же остался как и был когда я нюхал брикет извините ребята если я вас честно говоря за но если вас кого-то задеваю нравственно и морально но я первый раз и пахнет он меня на запах очень удивил он и на вкус такой же и на запах сухой и мокрый такой же заваренный и на вкус он примерно такой же слушайте а может реально вот этот привкус пропадет если обдать его кипятком но я это узнаю когда этот чай заваривается несколько раз то есть два-три раза смело можно заваривать да нет не скажу что неприятный необычно он отличается от по вкусу от наших чаев сладковатый привкус что ли ну есть вот эта крепость это мне нравится это вкусно за второй чай какой вам по вкусу вы можете написать не в комментариях я вам отвечу понравился он мне или нет вот на сегодня в принципе все не знаю останутся ли вот именно ссылки на чаи у этого продавца я не знаю возможно он все распродаст я не знаю какие у него запасы но я ставлю тогда если не будет на сам чай я ставлю ссылки продавца он наверное продает эти чаи мониторите возможно такой чай у них появится а может быть кстати может быть у другого продавца будет такой так что упаковочки плюс-минус видели или пишите прям год в поиск уэр там такого-то года и ищите я на алиэкспресс покупал и сейчас двести почти рублей и 1000 рублей кэшбэк есть кэшбэк пользуйтесь заказывайте в описании всегда оставляю ссылку на кэшбэк это все работает по копеечке но возвращается это приятно в общем вот такой вот на сегодня у нас обзор чаепития приятно было с вами провести вместе с вами это дело попробовать спасибо ребята все кто новенький добро пожаловать на канал подписывайтесь поддерживайте обнял поднял всем пока